А теперь, для чего Будда передал четыре философских буддийских воззрения, не для того, чтобы запутать людей? Люди достаточно пребывают в таком запутанном состоянии, в заблуждении. Зачем же передавать им четыре философских воззрения, чтобы создать еще больше запутанности? Когда Будда передавал учения, среди его учеников было множество людей различного уровня и с различными склонностями. Поэтому те, кто среди учеников был готов к получению низшего философского воззрения, для них Будда, в первую очередь, передал низшее философское воззрение. Первый поворот колеса учения, в нем излагается такое учение, как будто бы существует само бытие. То есть, само бытие есть, истинное существование есть. Если бы не было никакого истинного существования, то это было бы очень трудно. Трудно понять. Ясно, да?